ребят всем привет сегодня у нас с вами макбанг опять мы делаем обзоры на доставку я уже забыла если честно что за доставка я уже не помню название а вок энд суши нет называется по-моему она поки поки энд суши короче я вот куда-нибудь сюда или сюда помещу всю инфу что сколько стоило вот и давайте начинать я сегодня наверное даже может быть не буду выкладывать красиво или буду сейчас разберусь на самом деле я долго выбирала и выбрала чисто потому что у них были красивые картинки было видно что они фотографировали ну как то вкусно и вроде бы по знаете бывают такие роллы где одни огурцы а вот у них было наоборот много авокадо посмотрите как они выглядят это первое стоимость их в среднем где-то 500-600 рублей ну как я поняла что это средняя цена в москве как бы я не орала что это дорого и так далее ну вот то что имеем то мы с вами и имеем в принципе выглядит хорошо даже не знаю давай час я разложу и вернусь так ну что мои хорошие начинаем есть по моему да я все разложила все готово начинаем есть я голодная просто адски ох блин сейчас расскажу ребят вы ж не знаете вы ж не знаете ничего о моей жизни мы и жестянки блин хочу есть капец так давайте пробовать сначала потом про жизнь каждую буду показывать каждую буду совать чтобы все видели чтобы вам знаете слюна чтоб вообще и зашлись такой момент я приятный классический вкус знаете похоже на экиториум хотите сделаем обзор на экиториум вот название вот здесь появится сейчас ребят советую но учтите что у них по 6 штучек не по 8 но в принципе по качеству очень вкусно и слушайте знаете какая фигня мне все роллы нравятся которые я заказываю ну вот кроме дешевых вот эти все качественные посмотрите это тут лосось везде авокадо это очень важно что везде авокадо это знаете немножко обвален в сыре ну ничего он тоже как филдельфия шапочкой короче мы приезжаем да весь этот бардак который вы видите я вот целый день собираю вещи сейчас поем буду дальше собирать имбирь прекрасный свежайший давайте попробуем шапкой переезжаем из этой квартиры поэтому это последнее видео из этой локации в последний раз ребят вы видите вот это все понимаете топовые суши топовые суши топовые очень вкусный мукбаньк давно не снимала потому что я удалила зуб мудрости в своем телеграме я его показала заходите смотрите произошел мне удаление удалили легко знаете как удаляет зуб мудрости ребят простите что во время еды вот представьте это зуб его так вот а это инструмент которым удаляет вот так вот проникает в десну и вот так его вверх толкают но было не больно но как раз таки из-за этого также я не могла снимать неделю потому что у меня потом болела после а сразу во время вообще не было больно я вам так хочу показать зуб но не буду у вас травмировать поэтому заходите в телеграм топовые если вам нужно удалять зубы и вы боитесь не бойтесь сейчас так анестезии делают анестезия это реально самое неприятное он знаете вкалывает в нерв и ты прям чувствуешь как нерв замораживается ну короче прикольно попробуйте не пожалеете кстати если у вас реально болят зубы и вы думаете что там просто можно выпить обезболивающее пройдет нет нужно идти к стоматологу понимаете ребят это шел в подарок ролл калифорния ну кстати даже в подарочном роли есть авокадо место очень хорошее я даже этот вкусный знаете этот нежный авокадо знаете чем вот с собой люблю смотреть вчера не могла заснуть я смотрела самая раша вот кто бы что не говорил но люблю и смотреть люблю комментарии почитать степ фэмили кто смотрит скажите мой любимый мокбангере ребят отдельное спасибо всем тем кто отправляет мне донаты я на самом деле когда просила отправить я думаю что никто не пришлет но прислали немного конечно но тем не менее так ну что продолжаем так что спасибо вам ребят этот ролл за вас давайте посмотрим что тут внутри что там просто рис короче неудачный пример во то видимо попка была короче говоря я правда вам рекомендую сразу идти к стоматологу если у вас началась зубная боль не тяните слушайте он про размер приятная но тут огурец я люблю вообще без огурца чё касаемо переезда я сейчас снимаю ну знаете по чуть-чуть что-то снимаю потом хочу сделать ролик про переезд знаете в чем прикол мой я всегда что-то снимаю хочу сделать ролик а потом я смотрю что я отсняла и думаю блин какой бред это будет скучно но вы поняли не знаю смотрели ролик про переезд уровень викиторий старый кстати как-то раз я была в викиторий мне вообще не понравилось можно сказать попробовать думаю ну все буду собирать по итогу села с вами болтать но я подумала но не могу я не снять здесь видео понимаете я уже все завтра завтра последний день все перевести вообще вот так вот такая вот канада ну вообще шикарно эти дни вообще я мне кажется телеграм уже забросила ну ребят я не робот я реально не могу прям без вдохновения и все я думаю это то что переезд знаете я немного так переживаю что столько всего перевести знаете мы даже диван будем перевозить понимать масштаб переезда собак кошек как в новом месте гулять собакой я уже тут так привыкла к нашему парку скажите вы когда-нибудь переезжали я уже забыл когда переезжала надо в жизни что-то менять правда изменения обычно всегда к лучшему сегодня знаете хотела делать вот такие вот глаза как китайки делают ну вот кто знает то знает но у меня вообще не получилось и по итогу стоял красила сейчас ну и сделать такие черные глаза как вам страшно боитесь меня но ведь я еще такой полосатый как реальная эмочка ну леготка ну или просто нефр роллы вообще рекомендую знаете вообще нигде у них нету что ничего брендированного я просто сама вспомнила как они называются у них даже палочки просто в обычной упаковке но роллы вкусные ребят советую на обед вот так вот заказать вообще мне нравится наш с вами обзор роллов готовить не надо главное вам нравится я видимо мне нужно пару недель чтобы соткучиться по роллам давно да не было чарлика он такой умненький мальчик не просит лишнего нога затекла ну что в принципе я наелась я не хочу приедать на самом деле сегодня и вообще в принципе знаете хочу перестать переедать это мой моя мечта следующее видео будет в своем квартире расскажу о ремонте у меня моя подписчица жажда моя подписчица жажда все просит меня чтобы я рассказала ее историю обсудим историю и одно из следующих видео я хочу знать все что сделать я посмотрела сериал фишер мне кстати понравилось а я говорила что как то что ой сериал фишер там так пис ну мне реально понравилось короче посмотрела фишера и я прям захотела сделать знаете какое нибудь такое ну что нибудь страшненькое рассказать какую нибудь такую реальную историю про следствие и так далее вот скажите будет ли вам это интересно ну а сейчас давайте порассуждаем на как раз таки тему жизни подписчиков она пишет она живет за границей уже два года и за этот период было многое и проблемы с языком пониманием других людей нахождение друзей отсутствие личной жизни и вот на мой выпуск приехали родители я поняла что их присутствие меня очень напрягает сильно меня все раздражает я поняла что очень люблю быть в одиночестве не хочу ничего обсуждать говорить какие-то новости из жизни хотя хочу сказать что родители очень люблю и уважаю они меня много сделали через многое прошли чтобы я была здесь в какой-то момент я поняла что хочу быть одна без никого как думаешь это нормально то что я не хочу быть с ними так как раньше хочу чтобы меня оставили в покое хотя не хочу чтобы они думали что я неблагодарна просто как-то замечаю в себе что хочу чтобы они быстрее уехали знаешь и такой момент то что я еще должна поехать в другой город к сестре а я не хочу с ней жить я ни с кем не хочу жить не знаю как понять себя надеюсь ты не проигнорешь мое сообщение просто мне самое стойное за такие мысли вроде должна скучать по ним а я не скучала если честно как будто если я хочу чтобы они уехали значит они мне надоели и все такое но просто все это как-то напрягает хотела попросить тебя порассуждать на тему сепарации и самостоятельности дорогая моя любимая спасибо большое тебе за ну на самом деле важную такую тему это вот как-то я говорила про родителей про друзей может быть даже в телеграме не помню да она мне об этом написала на самом деле я считаю так что в принципе это нормально и это абсолютно здоровая реакция что ты не хочешь жить с родителями вот допустим у меня такая тема есть что я со своими родителями не могу быть больше дня недели ну я не знаю я не знаю я не просто я устаю от родителей понимаете ну то есть мне кажется это абсолютно нормально что в какой-то момент ты становишься взрослым ну блин короче вот знаете чего я боюсь что мой ребенок в какой-то момент так же скажет мне мам не скажет а он что будет то есть чувство чувствовать что ему со мной тяжело и ему будет хотеться чтобы я уехала но я предполагаю что такое может быть да ну потому что как бы сложно быть с родителями прямо такими друзьями и кайфовать вместе особенно знаете в период там с 20 до 30 там вот так вот когда люди уже становятся старше знаете такое бывает когда ну там не знаю там родителю там не знаю 80 лет а и там ребенку 60 лет и они вот в одном доме живут им кайфово вместе такое может быть потому что они уже ну немножко они в других вообще ипостасях размышляют а когда там ты молодая девушка молодой парень и там приезжают родители начинают грузить что-то там ну в общем ты не можешь расслабиться такое тоже бывает и это нормально я считаю просто нужно ну родителям тоже как бы сильно к детям не лезть и ну детям знаете терпеть наверное ну а что тут сделаешь как бы но мне кажется это норм реально не знаю как вам кажется я считаю тебе не нужно сильно на этот счет заморачиваться и знаешь я думаю что это также период такой потому что у меня бывают абсолютно разные периоды кстати здесь прям крабовое мясо сверху у меня бывают разные периоды и бывают периоды я хочу быть с родителями вместе рядом там с друзьями больше времени проводить а бывают периоды вот как сейчас допустим у меня вот с этим переездом и так далее что я вообще хочу быть одна большую часть суток именно потому что у меня много своих мыслей и какие-то другие люди они меня просто будут отвлекать даже если это будет моя мама допустим вот поэтому это норм главное просто не показывать это родителям вот и ну быть типа умнее да сказать мам ну как бы тра-та-та все давайте расходимся побыли вместе расходимся вот ну в общем понятное дело что просто девочка уже выросла и так как жить с родителями как раньше ну это и не нужно и столько времени проводить тоже как бы ну не нужно да как в детстве вот ну вообще конечно в идеальном мире родители в какой-то момент со статуса родителя перекочевывают в статус друга но как бы но часто все равно родители не могут отпустить тот факт что они родители и они какие-то неполноценные тебе друзья то есть ты не можешь часто там знаете подкровенничать с ними на 100% потому что это будет такое ооо что ты там это делала ай-яй-яй а вот это их оценка она вообще ни к чему да ну то есть окей они сказали там тебя поругали ну ты же пошла я это сделала снова да ну то есть как бы вы поняли да о чем я говорю что в какой-то момент нужно вообще переставать оценивать своего ребенка а начинать относиться к нему просто как к взрослому человеку не делать ему мозг как знаете такая сварливая какая-то жена теща да а дружить с ним находить общий язык я считаю что вообще родитель ну так как я будущий родитель я предполагаю что отношения все-таки выстраивает родитель в первую очередь потому что он старше мудрее да такие дружеские и учит ребенка выстраивать эти отношения потому что часто дети ну они младше на поколение и от этого могут делать ошибки да могут делать что-то неприятное обидное но нужно всегда как бы знаете сквозь пальцы на некоторые вещи смотреть и там не не скандалить или еще что-то когда ребенок что-то делать не по-твоему ну потому что это другой человек блин это не понимаешь это не ты сам это другой человек ну короче я опять знаете скатываюсь вот в эту демагогию не знаю каким я буду родителем посмотрим может я также буду знаешь приезжать к своему ребенку ему надоедать орать на него что он не помыл посуду но вряд ли конечно но возможно поэтому дорогая не переживай все люди это испытывают все через это проходят я тут ребят совсем недавно стала осознавать что есть такая тема как смерть я раньше правда этого не понимала я думала что это все так детский сад что я никогда не умру никогда не постарею это же я я вершина творения человеческого ну вот такой у меня был посыл внутренний по итогу я сейчас понимаю что когда-то я постарею и так далее ребята тому подобное и мне от этого немного страшно если честно скажите в каком возрасте вы вообще поняли что есть смерть что есть старость просто сегодня видела такой прикольный видосик в запрещенной сети и там было такое типа Ким Кардашин сидит такая простите меня все 30-летние кого я 18 лет называла стариками вы не поверите я абсолютно недавно ну может быть 5 лет назад я могла там сказать на мужчину 55 лет что типа он дед он еще как бы не дед блин дед это не знаю там 90 лет а он еще как бы ну мужчина да короче у меня знаете как-то вот ну вы поняли дай такую тему когда там в 15 лет ты думаешь что в 25 ты уже будешь на машине с квартирой с двумя детьми что в 25 это уже как бы и тут в этот момент ты в 25 ничего не изменилось да ну вот так так вот я осознала эту историю что я когда-то постарею и умру я не хочу умирать скажите что у вас было так же пожалуйста мне кажется в определенном возрасте происходит такое осознание этого я просто долгое время вообще не осознавала мне казалось что я ребенок типа все и все на этом разговор окончен скажите как вы относитесь к тому что время бежит время бежит уходит а не приходит что с тем делать вообще у меня на глаз омлело мне 27 ребят тебе 27 лет и я только сейчас поняла что я когда-то постарею да всем привет меня зовут Катя я такая вот с особенностями пишите про ваши особенности чего вы еще не понимаете если я 15 даже не заморачивайся жизнь вечно так немножко отошла нога ребят кто-то мне писал Катя почему ты все время ерзаешь ребят вот честно я сижу на полу понимаете если я буду сидеть просто за столом вы будете видеть на заднем плане просто обрубки шкафов и все так хотя бы увидите на заднем фоне бардак я думаю вы цените это мой такой творческий посыл ну что я все я собираю всю еду и с вами прощаюсь ребят вот так вот я знаете после макбангов сижу так все собираю наелась очень вкусные роллы всем советую ребят к сожалению ко мне реально никто не приходит ни с чем рекламироваться поэтому я не могу вам дать никакой промокод я просто вам могу сказать вот это вкусное место идите туда все без промокода без всего блин тут еще осталось столько но я уже наелась честно я не хочу объедаться не хочу переедать потому что знаете надо тоже береть желудок так вот есть мне вообще-то уже 27 лет нет мне же не не 10 лет да в конце концов посмотрите объедки хотите покажу вот вот сколько осталось много роллы вкусные скажите как вам на вид они я им ставлю ну вот правда вкусные я им ставлю 10 если честно я вот сейчас вспоминаю эти роллы которые я ела эти одни из самых вкусных может быть даже они самые вкусные ладно ребятки спасибо что вы залетели со мной поболтали досмотрели это до конца мой поток мысли не грусти все будет вот так ну и все в принципе всем пока целую у Субтитры сделал DimaTorzok